Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня в тайских штучках я хочу показать вам свои богатства. Но это просто нераспакованное то, что можно показать и покрутить в руках. Богатство для кого-то что-то является богатством. Для меня то, что приносит абсолютное удовольствие для вкуса, для обоняния, для запаха, для желудка в том числе. Ну, просто доставляет удовольствие подержать в руках, потому что очень часто достаточно того, чтобы просто покрутить, подержать в руках и вдохнуть вот этот вот запах, а не готовить из этого что-то. Безусловно, это малая-малая часть, потому что что-то уже потрачено, что-то в таком раскрытом, ну, не особо презентабельном виде, так скажем, находится. Но что осталось, я хочу показать вам. Это мы покупали что-то в Таиланде, что-то в Индонезии. Ну, вот из Вьетнама привозили много чего. Надо было еще и рыбный соус взять. Ну, ладно, это разговор следующего раза. Из Таиланда был привезен вот такой набор. Их было несколько, и они разные по составу оказываются. Значит, что же здесь есть? Это лимонная трава, лимонная сорга или лимонграсс это называют. Можно использовать это, ну, используется это, как правило, в числе многочисленных приправ для том-яма. А вообще можно заваривать это и при метеоризме, и при расстройствах тишечника, и для снятия температуры. Можно использовать заваренную отвар из этой травы при простуде. Так, это, не знаю, какой-то лист кофир. Я не знаю, честно сказать, что это за такое, надо будет прочитать. Но вот оно пока никак не тратилось. Перец чили. Дальше корень галанга. Из него делают, его добавляют в большое количество и блюд, и делают капсулы для мужчин крайне-крайне полезные. Так, это анис, звездочки, ну, у нас он известен больше, как бадьян. В Китае мы очень часто покупаем такую пряность. Во многие блюда при консервации, во многие банки разные заготавливаю, складываю. Так, вот это галангал. Его тоже для мужской силы, для потенции лучшей и профилактика простатита используют. А вообще, как еще и обезболивающее средство. Корица, кора корицы. Так, ну, а тут вот это уже в молотом виде. Перец чили, который во всех странах Юго-Восточной Азии очень-очень распространен, потому что это очень сильное бактерицидное такое средство. Это кориандр молотый, любимый, шафран. Очень часто под видом шафрана выдают сафлор, сафлоровый чай. Поэтому тут либо нужно знать, какой он, либо просто быть внимательным. Так, вот это вот кари, шафран молотый, придает блюду ярко-ярко-желтый, красивый такой праздничный цвет. Молотая трава лемонграсса, пудру превращенная, ну и черный перец. Ну, здесь не черный перец, здесь душистый перец перемолотый. Вот в обиходе у меня это есть, здесь упакованы такие вот патетики. Они просто замотаны, выставлены на обозрение, а вообще они открываются, и просто внизу оказывается вот та или иная пряность. Так, что еще есть? Про ваниль я уже показывала, рассказывала. Это огромные такие стручки ваниль, но это вот элитные, они длиннющие. Здесь они уходят вот под упаковку, вот они такие длинные. Вот такой длинный стручок ванили. Ну, сантиметров 20-то с лишним. Этот стручочек. Так, вот такая кора корицы. Были мы на плантациях и видели, как растут перечные деревья, корица как растет, как с нее обдирают кору, как высушивают. Единственный такой большой-большой недостаток, она очень с большим трудом перемалывается. Даже в копьемолке на большой такой скорости измельчения все равно не перерабатывается она, прям буквально в пудру остаются кусочки. Настолько она жесткая. Вот этот, когда-то, помните, у нас в магазинах продавали мускатный орех. Сейчас его продают молотый, практически я и не видела. Ну, мы живем в таком месте, где всего этого оказывается гораздо-гораздо меньше, чем в каких-то больших крупных супермаркетах, хотя у нас их сейчас тоже достаточно большое количество. Но как-то вот я не видела. И такие у нас были мускатные орехи поменьше, а это вот натмэк, магические орехи, мегаорехи. По внешнему виду они похожи на крупные-крупные мускатные. По вкусу они, ну, примерно то же самое. Вот такие вот большие в упаковке, ну, вот эти вот более матовые, блеклые, а эти вот такие вот красивые, блестящие. Прям, знаете, по внешнему виду на финики похожи. И так и хочется такой сладкий засахаренный финик съесть. Вот. Привычный для нас, ну, опять же, привычный, это всё в мире относительно. То, что мы покупали здесь когда-то, это кардамон, и он совершенно иного вида, и в Китае растёт совершенно иной. Это индонезийский кардамон. Может быть, кто-то из вас знаком именно с таким. Для меня кардамон немножечко другой, он более вытянутый и плотненький такой. А вот этот вот похож на, вот по внешнему виду похож на семена настурции. Но на самом деле, когда разламываешь, там тоже такие зёрнышки, которые перемалываешь, дают приятнейший аромат. Вот такой вот кардамон. Шафран перемолотый. Очень люблю его использовать и в супах, и в соусах, и рис подкрашивать. Шафраном очень ароматный, очень вкусный получается. Вот эти тетка Денпасар, Бали. Вот, и это шафран не перемолотый, это высушенный шафран. Достаточно в молоко или в воду кипятящуюся добавить, не надо щепотки, достаточно нескольких, я не знаю, соцветий, наверное, как назвать-то. В общем, небольшую такую, небольшую толику вот этого пакета добавить. И замечательный аромат, замечательный жёлтый, ярко-жёлтый цвет. Такой устойчивый, не разрушающийся, очень красивый. Поэтому, если кому что есть рассказать о своих предпочтениях в области пряностей или каких-то специй, или чего-то, я милости прошу присоединиться к нашему разговору. С удовольствием посмотрю ваши видео, прочитаю комментарии, что, где вы и как используете. Ну, и если хоть чем-то было полезно вам, то буду очень-очень рада. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...